Выступила на Европейском форуме «За права человека». Что это за форум, кто организатор, о чем я говорила и, главное, какие результаты, сейчас вам кратко расскажу. Еще больше людей и правозащитных организаций узнали о ситуации с правами человека в Латвии. Международная федерация «За права человека» FIDH пригласила принять участие в Европейском региональном форуме в Мадриде. Участниками были представители правозащитных организаций из европейских стран, входящих в данную федерацию, а также представители ООН, Европейского совета и официальные лица Испании. Международная федерация «За права человека» основана в 1922 году и включает в себя 188 правозащитных организаций из 116 стран мира. Я была приглашена туда как представитель Латвийского комитета по правам человека. Отмечу, что Латвийский комитет по правам человека входит в Международную федерацию «За права человека» FIDH уже много лет. И много лет наши представители посещают разного рода мероприятия и рассказывают о ситуации в Латвии. В частности, вспоминали про Александра Кузьмина, который трагично ушел из жизни два года назад, которого помнят, который внес большой вклад в защиту прав национальных меньшинств Латвии. В своем выступлении сказала о следующем. Много сейчас говорится о разных направлениях прав человека, но прямо сейчас в европейской стране дискриминируется большая часть населения. Ситуация с правами нас меньшинств у нас становится все хуже и хуже. Мнение нас меньшинств не учитывается вообще, полностью игнорируется. Латвия – многонациональная страна изначально, и русские живут здесь веками, являются традиционным нас меньшинством или автохтонным коренным населением. В Латвии 37% русскоязычных, а в столице – более половины. Конечно, упомянула и про немыслимый градус языка ненависти или хейспич, привела красочные примеры. Здесь отмечу, что про хейспич я говорю и пишу не впервые, особенно за последние полгода-год. И мне известно уже минимум о трех случаях, когда за такие высказывания люди были либо наказаны, либо дело еще открыто. То есть эта работа не напрасна. Она скрупулезная, долгая, но приносит тоже результат. Следующий момент – рассказала о модном процессе дирусификации, о новых рассматриваемых законах, например, в медицинской сфере, о том, что убирают русский язык со всех сайтов. Это отражается в первую очередь на людях старшего поколения, о замечаниях, которые получают русские дети, используя родной язык, и многое другое. Следующий момент – это создание препятствий для участия представителей национальных меньшинств в общественной и политической жизни. Здесь, конечно, осветило вопрос неграждан, которые не имеют права голосовать на любых выборах и в целом имеют более 80 различий в правах с гражданами. Также сказала про новый закон, запрещающий платную предвыборную агитацию на русском языке. Отметила преследование активистов и ситуацию с гражданами РФ. Конечно, показала ситуацию с образованием, с ликвидацией обучения на русском языке, с запретом обучения на русском даже в частных учебных заведениях. Рассказала о нехватке педагогов, о языковых проверках и их последствиях, об отсутствии учебников и, как результат, катастрофическое падение в качестве образования. Выступление не оставило равнодушными других участников форума. Ко мне лично подходили представители разных стран, благодарили за мою речь. Не буду сейчас называть имена и страны. Поддержка от некоторых оказалась неожиданной для меня. Кто-то подошел и сказал, что примерно представлял ситуацию в Латвии, но чтобы настолько все было плохо, не знал. Кто-то спрашивал, чем можно помочь. А кто-то просил прислать больше информации, чтобы распространить это в своей стране. Так и сказали мне. Люди должны знать, что здесь происходит. Конечно, я использую все эти возможности, чтобы расширить информационное поле о происходящих в Латвии процессах. Кроме этого, по результатам форума подготовлен документ «Манифест за права человека в Европе». Это программный документ, включающий 10 пунктов о правах человека, наиболее приоритетных для европейского региона, по мнению FIDH. Этот документ хотят рассматривать в качестве приоритетов в будущем созыве Европарламента и Еврокомиссии. Я внесла свои предложения в этот манифест, усилив и добавив формулировку о защите наших прав, прав нас меньшинств. А также предложила более эффективные инструменты воздействия на страны для соблюдения этих прав. Такие вот итоги. Еще один шаг сделан в защиту наших прав. Впереди будут еще шаги, конкретные действия. Поддержите меня и моих коллег на выборах в Европарламент, чтобы было легче, масштабнее и результативнее это делать.